Всем привет! Сегодня получила посылку с сайта Pei de Paris парфюмерии. Компания занимается парфюмерией, аналоговой парфюмерией, которая на 90% похожа на брендовый, но в своих оригинальных флаконах. Качество можно смело назвать французскими, так как ингредиенты для парфюмов закупаются во Франции. Производство легальное и подтверждено сертификатами. Сейчас я вам покажу. Я заказала вот такой парфюм, вот такой аромат, вот такая вот у них оригинальная упаковка. Это Lanvin Mary вот такой стеклянный флакон в размере 50 миллилитров, с пульверизатором, естественно. Ну вот, запах, да, запах, да, очень похож, я бы сказала, прямо вот на 90% это точно. Кто его знает, это фруктово-цветочный аромат. Такой, знаете, сладкий, он довольно-таки стойкий. Не скажу, что прямо 24 часа, но весь день он на вас держится. Очень стойкий аромат. Вы знаете, даже он немножко такой масляный. Я вот тут на флаконе даже, вот видите, как-то масло присутствует. Очень стойкий, но единственный минус, немножко может быть в процессе транспортировки немножко подтекает. Но вот даже вот на руках, на пальцах я чувствую, что вот масло масляное. Такие следы остаются. Так, еще заказала. Это, так, Love by Killian. Ну, взяла 30 миллилитров. 30-ти миллилитровые, они в пластике идут. Здесь претензий нет, он не подтекает. Запах сладкий, тоже цветочно-фруктовый. Есть нотки жасмина. Я слышу, даже кокос есть. По-моему, даже есть амбра. Ну, очень приятные. Ну, в таких магазинах, как L'Etoile или DeBote, но я их видела в L'Etoile. Ценник, конечно, запредельный. Для того, чтобы попробовать и не переплачивать за флакон, за бренд, можно попробовать вот в таком вот формате. И еще заказала тоже Killian. Это называется Girl Gone Bad, что в переводе «Хорошая девочка стала плохой». Тоже цветочно-фруктовый аромат. Тоже есть жасмин, роза и... Ну, я так сильно не разбираюсь, но мне кажется, что-то запах древесный, что-то древесный какой-то запах еще есть. Вот такие вот. Можно заказать по ссылке. Я оставлю ссылку в описании. Как происходит оформление? Выбирайте аромат и оставляйте свой номер телефона. Оператор с вами свяжется, уточнит ваш заказ, может быть, что-то посоветует. И происходит вот таким образом доставка. Доставка мне шла где-то дней, наверное, 5. Где-то дней 5. В общем, все ссылки я оставлю в описании. Заходите, смотрите, заказывайте. Так. Это еще не все. Сегодня я заказала, вернее, тоже на сайте Shopping Life себе босоножки каприз. Но они мне не подошли. Я их примерила в пункте выдачи Boxberry. И что хорошо, если они не подходят, то вы ничего не оплачиваете. Ну, сегодня мы были вот в магазине «Фамилия». Я не часто захожу в этот магазин. Как-то я его обходила все время стороной. Но тут мы как-то ждали ребенка с праздника и решили вот зайти. И я купила вот такие вот босоножки. Натуральная кожа. Опять, видите, цвет. Цвет таупы. Такой металлический что-то. Такое вот. Ну, производитель. Не знаю, что за производитель. Реконте. Реконте полностью кожаные. То есть стелька кожаная. Здесь все хорошо. Все кожаное. Знаете, это как у меня. Вот я сумку, которую заказывала у Оксаны с рынка Садовод. Как же называется-то? Вот не помню. Не помню, как называется. Знаете, Крэк. Называется Крэк. Кожа Крэк. Очень они удобные. Вот такие босоножки мы взяли, взяла я. Размерный ряд фамилий, конечно, небольшой. Там все в таких уже единичных размерах. Но мне повезло, 38 размер был. Будет стопроцентно натуральная. А цена у них сейчас, я скажу, цена 2,529. Ну, я думаю, за такие босоножки это хорошая цена. Сейчас я их помилю. Вам все покажу. Вот такие босоножки. Очень удобные. И они такого нейтрального цвета, что подходят под любой наряд. Здесь есть резиночка, у кого подъем, как у меня, большой. То они подразносятся еще. Вот такие босоножки. Моей, конечно, той сумки, они были бы идеально подошли, но сумки уже нет. Вот такие вот обновки на сегодня. В общем, вот такие босоножки. Видите, резиночка здесь есть. Если вдруг что-то, они подразносятся. Кожа будет мягче, это уже 100%. Очень аккуратно пошиты. Вообще, вот сегодня мы были в магазине Фамилия. Вы знаете, очень много одежды, брендовой одежды. Но она старой коллекции. Но все равно, там если походить, покопаться на вишалах, очень много можно найти хорошей одежды. Даже вот футболки я смотрела. Много футболок очень хороших есть. Там в основном манго. Я видела Остин, Пеппи Джинс. Очень много футболок ЛТБ. Это турецкая марка ЛТБ. Очень много таких вот представлено вещей. Что еще? Ну вот, обувь. Можно найти обувь. В основном, знаете, все в остатках. И размер 40. 40, 38 редко когда бывает. 36 тоже редко когда бывает. В основном, знаете, такая 40, 41. Ну, женщин с таким размером у нас, наверное, немного. В основном ходовой это 37, 38. Вот такая вот красота. 100% натуральная. Я очень довольна. Хорошо, что мы зашли в этот магазинчик. Ну что, кот мой. У нас сегодня погода ветреная. Да? Погода сегодня ветер. Ну и дети. Ветреная и пасмурная. Так. Еще раз вам покажу. Парфюмы. Вот такие вот. Вы знаете, вот такие вот флаконы, они стоят где-то 450 рублей за флакончик 30 миллилитров. Очень удобно в сумке таскать. Так что, если заказывать, я вот такой вот уже, в таком размере заказывать не буду. Но только вот для домашнего использования, так сказать. А вот эти вот, они не подтекают. Вот в отличие от того, немножко он подтекает. Ну, может, в процессе транспортировки, я вот повторюсь, да. А вот эти вот самые то удобные. И на то, чтобы попробовать, и потом уже, может быть, купить в Литуале, или там в Эльдепоте, или там в Ревгоше. Я не знаю, где они там есть. Киллиан, где представленный. Но я видела только, по-моему, в Литуале этот бренд. Вот такие. Вот этот вот, хорошая девочка стала плохой. Он такой, знаете, видите, цвет какой. А Love by Killian вот такой вот цвет. Более такой маслянистый. Духи стойкие на самом деле. Так что, если будет желание заказывать, вам перезвонят. И вы там уже скорректируете ваше желание. Вот такой небольшой обзор сегодня получился. Всем спасибо и всем пока!